В эфире о хлебе насущном. Программа о том, как развивается наш краевой агробизнес. И весь сегодняшний выпуск будет посвящен одному событию. Это День поля. День поля, куда съезжаются сельхозпроизводители со всего Красноярского края. И начинается мероприятие вот здесь, на опытных полях Красноярского аграрного университета, недалеко от поселка Борск. Обратите внимание вдоль поля. Вот есть темные полосы. Там фунгицидами работали в баковой смеси с гербицидами. Особый пункт программы Дня поля – демонстрация посевов сельхозкультур российской и красноярской селекции. Именно здесь, на опытных делянках Красноярского аграрного университета, испытывают множество известных и новых сортов различных культур. А затем лучшие рекомендуют к использованию. Сорта нашего красноярского низх – свирель. Она очень продуктивная. Урожайность свыше 60 центнеров на гектар. Рекомендуется для возделывания на юге края. То же самое можно сказать и о сорте красноярская 12. Тоже для южных регионов очень высокопродуктивный сорт. Сорт новосибирская 16. Отличается высокой продуктивностью, высоким содержанием белка, хорошей клейковиной, стекловидностью зерна, натурной массой. Сорт собираются в следующем году, скорее всего, ввести в реестр для рекомендуемых сортов красноярского края. Урожайность при соблюдении всех условий агротехники – это где-то от 40 центнеров с гектара. Помимо зерновых, сегодня у краевых аграриев большой интерес к кормовым культурам. Некоторые из них пришли на наши поля лишь недавно, но с каждым годом завоевывают все больше популярность. К примеру, рапс в этом году посеяли на 57 тысячах гектарах. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году. Рапс – это наше будущее. У нас рационы для скота, которые дают 8-10 тысяч килограмм молока, они по энергетике бедны. И никакими порошками, премиксами это не исправишь. А вот в рапсе – это одна из немногих культур, которая содержится в килограмме 15-17 мегаджолей. Равной ему нет, кукурузе меньше. И вот с кормления именно семян, в измельченную мука рапсовая, килограмм на корову даешь, и корову молоком поднимается очень хорошо. Рапс, сою и кукурузу называют локомотивами молочного жирноводства. Они в разы повышают питательность кормов и влияют на надои у коровы. Кукурузу в крае сегодня стали выращивать практически все животноводческие хозяйства. А новые ранеспелые гибриды, которые специально для нас создают пятигорские селекционеры, показывают отличные результаты. Уже к середине сентября вызревают до восковой спелости и дают зерно с урожайностью 60 сантиметров с гектара. Тут сочетание идет массы и початков молочного жирноводской спелости. На юге страны ранеспелые гибриды, они созревают уже к концу июля. То есть там получается меньше период для их развития, тепла естественно больше, и они быстрее сформировали. А в ваших условиях получается более длительный период роста и идет большее накопление. И немного урожайность, конечно, должна быть выше, чем у нас на юге по ранеспелой кукурузе. То есть на корма ее нам даже выгоднее, скажем так? Выгоднее, да. Во-первых, даже в росте растений у нас ранеспелые гибриды обычно небольшие получаются, а у вас они намного выше. За счет увеличения длины дня. Единственное мое замечание, что чтобы в силосе было больше зерна, то необходимо сеять, даже когда мы сеем посевы на силосе, чтобы сеять по зерновой технологии. То есть это не надо загущать посевы. То есть дать растению полноценно сформировать початы. Соя, соя здесь мы серьезно заложили производственные опыты и ведется первичное семеноводство сортов уже нашей красноярской селекции, которая именно, не говоря уже о южной территории, здесь получали, получают уже урожайность за 20 центеров. То есть 25-27 центеров с гектара. Хотя, вот опыт, анализируя опять же прошедших лет, это до 2001-2002 года у нас сои высевалось на юге края в пределах где-то 500 гектар, получали 8-9 центеров. То есть сегодня, значит, потенциал сортов, которые пришли, и наши селекционеры поработали именно в плане повышения урожайности, повышения мощности данной культуры. Ну, серьезные результаты. То есть мы увеличили практически площадь сои по сравнению с прошлым годом в 4 раза. День поля – это не только профессиональный форум с открытыми уроками и мастер-классами в области растеневодства. Более 500 человек – агрономы, фермеры, специалисты и руководители сельхозпредприятия – рассказывают друг друга о своих успехах, делятся опытом и, конечно же, обсуждают волнующие вопросы, актуальные накануне предстоящей уборочной кампании. – Зарплата, электроэнергия, налоги, запчасти. Ну и очень плохо, конечно, что нас сдерживает в развитии, потому что цена на зерно не меняется. Она вот в этом году упала, в прошлом году была 10 рублей, 11 рублей в это время, в этом году 8 рублей. – Сегодня очень непростая ситуация, непонятная. В центральной части России достаточно хороший урожай, цена там уже достаточно сильно снижается, все будет зависеть от того, какая будет интервенция, как она будет проводиться, какие цены будут. Сегодня пока на все эти вопросы ответов нет. Поэтому, наверное, это то, что сегодня больше всего тревожит руководителей хозяйства. Побеседовать с аграриями приехал и глава региона Виктор Толоконский. На пленарном совещании говорили о развитии сельской экономики, сельского образа жизни и задачах на будущее. – Если в селе не будет работы, сколько бы мы ни вкладывали усилий в социальную, коммунальную инфраструктуру, результата полноценного не добьемся. Поэтому рост производства. Вы можете меня спросить, возьмет ли рынок возрастающий объем производства. Утверждаю, возьмет. Одна из задач, которую мы сейчас решаем, это выход на рынки Китая. Китай впервые за ту же многолетнюю историю выражает запрос на поставку из России сельхозпродукций. Произошли там очень серьезные структурные изменения. Население переехало из села в город, повысились доходы населения. Качественно, кардинально изменился рацион питания, и продуктов стало не хватать, и появилась потребность на те продукты, которые Китай никогда не возделывал и никогда особо не производил. И для нас это будут очень большие объемы. Для них чуть-чуть, для нас огромный объем. Поэтому нам надо не только научиться производить, о чем говорил губернатор, перерабатывать, но и сопровождать свой товар. И внутри края нужно делать так, чтобы наш товар, качественный товар, был всегда присутствовал на полках наших торговых сетей, вообще на продовольственном рынке, и был доступен прежде всего для населения. Ну и продвигать свой товар, конечно, за пределы края. Любое государство, а край, он чуть не такое мини-государство, оно всегда делает такую, в хорошем слове, экспансию. Значит, и сопровождает, ну, в кавычках, такой захват территории с точки зрения продвижения своих товаров. А это уже продолжение Дня поля в поселке Емельянова. Здесь развернулась большая выставка сельскохозяйственных животных. Масштабные продовольственные ряды, куда свою продукцию привезли сельхозпроизводители практически со всех районов края. И приехали даже дачники, огородники со своим выращенным урожаем. Для горожан сельская ярмарка – возможность поближе познакомиться с тружениками села и результатами их работы в виде готовой продукции. Пчеловоды Манского района привезли мед Дягилевый и луговое разнотравье. Мы скачивали мед, наверное, в конце июля, начало августа, первая качка у нас была. Привезли пергу сегодня сюда, привезли забрус. Мы приехали с большой бурты, представляем продукцию грибы вешанка свежие. Самый крупный производитель на сегодняшний день в крае. Гриб пользуется спросом, полезный, снижает холестерин, повышает иммунитет. Приехали мы с Ирбейского района, это Ирбейский хлебозавод. Приехали специально на выставку, на ярмарку, привезли большой ассортимент хлебобулочных изделий. Надеемся все продать. Мука, мы пользуемся только наше место, Каннской и Минусинской. Мы приехали с Ирбейского района, привезли свои колбасы, полуфабрикаты. Это натуральная оболочка, докторская селюга. Есть также ветчина у нас, трапезная, свинина-говядина ароматная, это свинина. Есть ребра натурального копчения. Представляем линейку нашей молочной продукции. Имеется йогурт, творог, масло, кефир, молоко, ряженка. А сало, говядина и копченость – это от наших фермеров. За последнее время у нас в районе происходят позитивные изменения. Наращивается производство как сельскохозяйственной продукции, так и пищевых продуктов. В общем-то, практически район за счет своих сельхозпроизводителей обеспечивает себя продуктами питания. Предприятия, как правило, представляют здесь свою продукцию. Более того, такое взаимодействие позволяет увидеть, что возможно сделать с целым Красноярским краем таким огромным и значительным. Мы очень рады присутствовать. Значит, у нас здесь присутствует культура. Значит, мы привезли 13 беговых лошадей, они будут присутствовать в церкви. Продовольственные ряды заполнили 84 предприятия из 20 территорий края, включая как крупных, так и мелких производителей-фермеров. Это наши арбузы с Минусинского района, с Селиванихи. Очень сладкий, экологически чистый продукт. Ни одной капельки удобрения нет. Выращиваем эти арбузы. Третий год, мы еще новички в этом деле. Нам очень нравится. Тяжело, конечно, пот, можно сказать, очень много льется. Но зато это дело, я так думаю, что благородное. И радость людям доставляешь. Творожочек наш, яички домашние, масло. Своими руками все сделано. Сметанка, молочко. Все жирненькое, вкусненькое для детей. Пробуйте, кушайте, покупайте, пожалуйста. У меня как бы поголовье пока маленькое. Ну, как бы, дойного стада у меня около 15 голов. Как бы, поголовье поднимаем, мало, как бы, мы недавно с женой только переехали в деревню. Как бы, на такой шаг пошли отважно из города, уехали в деревню. Государство тут же поддержало, как бы, как молодая семья, как перспективные молодые люди уехали на село. Пожалуйста, поддержали в строительстве дома. Построил дом большой. В этот раз на ярмарку приехали около ста садоводов и огородников. Тут и цветы, и саженцы, и урожай овощей и фруктов. Менсельхоз предоставил бесплатные торговые места и даже провел среди садоводов конкурс на лучшую консервацию и художественную композицию. Это из ягод, калина, рябина. Несколько часов труда, и все готово. Да все у нас вкусно. Вот меня за подсолнухи, за моих валят. Капуста у нас замечательная. Все у нас очень вкусно. На это вот свежие усы буквально недели-две от роду. То есть у нас сейчас земляника в теплицах дает вот такую ягоду и плюс дает тут же рассаду для новых. Земляника, правда, все разобрали, уже распродали, а остались усы. На ярмарку привезли усы. На ярмарке сегодня стоим мы впереди. Встречаем вас достойно. Нам смело подходи. У нас очень много заготовок, очень много различных саженцев, цветами занимаемся. Здорово, что появился новый закон о садоводах. На сегодняшний момент на нас обратили огромное внимание. Нам выделяются гранты. Сегодня здесь были представители нашей власти. То есть мы озвучили свои моменты, какие нас интересуют по поводу СНТ. Я думаю, конечно, поддержка нам гарантирована. Знаете, мы садоводов никогда не считали не нашими. Это те люди, которые занимаются выращиванием сельхозкультур. И, конечно же, они самые настоящие сельхозники. Люди, которые живут на земле и жизнь свою связали с землей. Но живут они в городе, а участки у них в пригороде находятся или в городской черте. Поэтому это наши сельчане, и мы их приняли в свое министерство и готовы опекать, оберегать их, координировать их деятельность и оказывать им всяческую поддержку. Ну и, конечно же, традиционно сельская ярмарка не обходится без выставки сельскохозяйственных животных. Здесь породистые козы, кролики, курочки, лошади и самые высокоудойные коровы от лучших племенных предприятий. Привезли мы три породы крупнорогатого скота. Это абердино-ангусы, гирефордская порода и красно-пестрая. Коровки, значит, у нас высокоудойные. Средний надой молока в день от коровы 40 литров молока. Привезли породу кроликов серебро, советское серебро. Также изготавливаем клетки, одежды, маточные поголовья. Люди стали интересоваться как личные подсобные хозяйства, так и большие фермерские. Люди очень интересуются вот этой породой. Все удивляются. Глаза вот такие, как это, какая красота. Это где такой, мы таких не видели ни разу. Это декоративная порода, китайская шелковая. Вот она вот такая ручная. Как кошечка. Как кошечка, да. Они очень любят на руках сидеть, очень любят, когда их гладят. Даже вот глазки прикрывают, когда их начинаешь гладить. Она несется, она прекрасно несется. Курочка, яичко маленькое у нее, кремовое. Вот она вот такая ручная. Ролики такие большие, да. Очень много животных, которых просто дети вообще уже давно не видели. Бабушек никто не заводит. Да, дедушек, бабушек нету, и никто не держит. Здесь вот хорошие, молодцы, что сделали, классно показывают. Детям есть можно потрогать, как бы наглядно посмотреть. Яркий праздник. Сельскую ярмарку посетили в этом году более 6,5 тысяч человек. В два раза больше, чем в прошлом году. Это все на сегодня. Следующий выпуск программы о хлебе насущном выйдет ровно через неделю. Все выпуски передач можем посмотреть на нашем сайте enisei.tv. Всего доброго вам и до свидания.